Добрый вечер. Как выглядит наша оборонная ситуация и как выглядит самое главное вражеское окружение вокруг? Вот если мы посмотрим, чем занимался русский солдат последние 10 лет. На каких внешних театрах военных действий стрелял наш автомат Калашникова из рук защитника Отечества? Кто на нас нападал? На нас Америка напала? Нет, Америка на нас не напала. Франция, Испания, Германия не напала, да? Ливия на нас напала? Не напала. Сирия? Сирия тоже не напала. Интересно, Монголия напала? Нет. Китай. Ну, Китай напал, но сделал это очень аккуратно, без оружия и тихо и спокойно дошел до Урала, потихонечку отобрав у нас территорию. Еще не всю, но оккупация началась уже, причем не сегодня, достаточно давно, но это другой разговор. Итого, где именно у нас враг, ради которого на заседании Министерства обороны, широкая там была коллегия, максимально широкая, где наш главковерх рассказывал о необходимости закупки и поставки войска на будущий год 40 межконтинентальных баллистических ракет. Это по кому? Это вот где мы собираемся сейчас вот так вот серьезно перепугать потенциального врага, чтобы он больше не сунулся. Додавить его нашим моральным авторитетам и материальным ресурсам. Это кто? Кто у нас тут так себя плохо ведет? А на кого мы собираемся спускать два ракетоносца ядерных? Тоже в 2014 году. Где мы, на каких морях ведем какие-то действия? Ну, на Байкале вроде нет, на Каспии вроде нет, на Балтике вроде нет. Северный флот у нас хоть и бродит по всему миру, но как-то непосредственно к нашим территориям, если не считать нападение гринписовцев на Газпромовскую станцию, на Газпромовский паром, больше ничего такого не было. На Тихом икеане у нас покой. В Атлантику мы суемся только по международному мандату. Разочек мы сунулись по поводу ливийских пиратов и до сих пор не знаем, чем все это закончилось. Благодаря пиар-службе Министерства обороны, там, кстати, есть целый серьезный отдел, его возглавляет гражданское лицо, работают настолько мастерски, что военная тайна превыше всего, поэтому понять, чем занимается Министерство обороны, хотя бы вот в таких пиар-потребностях мы не можем. Итого, мы закладываем два ядерных ракетоносца. У нас будет 210 самолетов и вертолетов, у нас будет порядка 200 танков абсолютно неизвестно каких моделей и 40 межконтинентальных баллистических ракет. Это все требует бюджета. У нас ракеты все кончились, вообще все кончились, вот у нас нету ни одной. Модернизация первостепенная. У нас настолько серьезный враг стоит по внешним границам, видимо, на других континентах, потому что ракеты там межконтинентальные, что если мы сейчас срочно не модернизируем наши РВСН, все, проиграли какую-то войну. А в то же самое время, судя по тому, как разворачиваются информационные события, у нас идет такая вялотекущая война на Кавказе, где одним из очень серьезных элементов поражающих является подрыв на Мини. Вот та самая неприятная ситуация, когда кто-то куда-то пошел, кто-то куда-то поехал, потом ему оторвало либо ногу, либо голову, либо колесо. Либо колесо, потом нога, а потом голову. Вот эта вот чудовищная ситуация с минными полями отчизны, по которым мы гуляем и распеваем поле, минное поле, на мотив русского поля, она почему-то остается незыблемой. И судя по тому, как наш президент рассказывал о необходимости бросить все деньги на РВСН, ничего страшного не происходит в том, как именно наша армия безоружна против подрыва на Мини. Это первая серия Морализонского балета. Вторая. У нас есть ГАПТУ, главное управление автобронетанковое, которое занимается тем, что является по большому счету основным федеральным заказчиком всей той самой техники, которая по минным полям отчизны и ездит. И вот год тому назад генерал-майор Шевченко, это начальник ГАПТУ, он на научно-практической конференции в Бронницах, посвященной техническому облику военного автомобиля многоцелевого назначения 21 века, пытался призвать к ответу представителей тех самых заводов, которые созидают у нас колесную технику. Это КАМАЗ, это то самое объединение, которое мы считаем горьковским автозаводом, на самом деле оно гораздо шире и называется совершенно по-другому, а также Урал, УралАЗ. Представители заводов были очень уклончивые, они были достаточно витиеваты, их было очень трудно притянуть к ответу, но из полемики выяснилось, что по большому счету на запрос главного автобронетанкового управления им, в общем-то, ответить нечем. Хотя разработка многоцелевого транспортного средства, защищенного от подрыва на фугасе, способного держать 8 килограммов тротилового эквивалента под колесом и после этого еще не терять жизнеспособность, под названием Тайфун, это такой проект Тайфун, у нас это существует уже достаточно давно и работы по этому поводу ведутся, но когда Шевченко топнул ногой и сказал, ну и где? Где двигатели, где подвески, где мосты, где броня, где все это? Ему показали несколько образцов, по поводу которых случилась полная невнятица, и, в общем, конечно, оно что-то есть, но почему-то этим пользоваться пока не получается. Дальше была очень интересная операция прикрытия, потому что, пообщавшись с представителями заводов и будучи серьезно неудовлетворенным, тем не менее, на следующий день после общения с ними, генерал Шевченко заявил о том, что неделю назад было принято решение о создании нового автомобиля, того самого проекта Тайфун. То есть, сегодня он пообщался и посмотрел на эти самые Тайфуны, а завтра он сказал, что неделю тому назад отдал приказ начать над ними работать. Тогда, конечно, а что удивляться? Собственно, над машинами работали всего неделю, и смотрите, какие гениальные люди. За неделю ему выкатили практически предъясные очи ходовые макеты. Это очень серьезно, потому что в мире обычно это уходит от 5 до 15 лет, чтобы такую штуковину создать. Наши ребята мастеровиты сделали ровно за неделю весь объем работ. Он оказался сароватый, тем не менее, войска он не поступает, потому что его нет, экспериментальные образцы. Это вторая часть Морелизонского балета. Третья часть Морелизонского балета — это сообщение РИА Новости о том, что спецназ Южного округа до конца года, то есть за оставшийся, грубо говоря, месяц, на самом деле уже две недели осталось, получит 60 новых тайфунов. Опа! Значит, они все-таки есть. Причем, когда генерал Шевченко, начальник ГАПТУ, рассказывал о том, что он отдал приказ срочно сделать, он определил срок поставки в 15-й год. В 15-м году мы с опознанием лет в 20-25, а на самом деле больше 30 лет, потому что серьезное применение фугасов началось у нас с Афгана. Афгана, если помните, это 80-й год. Так вот, посчитайте, сколько с 80-го по 2014-й. Так вот, когда начальник ГАПТУ, генерал Шевченко, говорил о том, что он отдал приказ срочно разработать эти машины, он сроком поставки в войска определил 15-й год. К 15-му году мы, наконец-то, должны были получить те самые многоцелевые транспортные средства, имеющие защиту от нападений из засады и от фугаса, которые во всем мире имеют латинскую аббревиатуру МРАП. Мы, русские МРАПы, должны получить к 15-му году. В прошлом году, когда приказ только появился, реализовать его было некому, потому как и даже не брались толком за работу, судя по официальным источникам. А вот теперь, непонятно почему, за два года до момента X в войска стали поступать новые тайфуны. Мы, как всегда, чудесным образом смогли смастерить то, над чем, по большому счету, никто не знает, кто и как работал. Заказа на это не было. И получается, что это частная инициатива заводов. То есть, пока наш главный, который, верховный главнокомандующий, грозит ядерной дубиной всему миру и обещает, цитируя даже не армянское радио, а Эйнштейна, не будет Третьей мировой войны, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется, и поэтому нам необходим ядерный щит Родины. Вот здесь на уровне ГАПТУ идет очень важная работа, когда, не имея всерьез финансирования и точки зрения Верховного, люди начинают делать очень полезные дела. Да, с опозданием на десятилетия. И тем не менее, на сегодняшний день у нас уже тайфун Камазовский потихонечку поступает в армию, а тайфун Уралазовский, в принципе, готов, и тоже вот-вот уже, видимо, пройдет какие-то испытания, потому что очень осмысленно выглядит, хорошо собран, весьма дееспособен, и в состоянии перемещаться. И он капотной компоновки, что еще более полезно, он трехосник, в отличие от Камаза, который четырехосник, и у Камаза компоновочная схема угадывается, конечно, понятно, что это Камаз, и водитель сидит над колесом, а под колесо могут подложить даже больше, чем 8 килограммов тротилового эквивалента. У уральской машины в этом отношении все более правильно, часть взрывной энергии уйдет все-таки через капот туда, в атмосферу, а не обязательно в тело механика водителя. И получается, что мы все это потихонечку имеем, и даже уже подступаемся к «Тигру», то есть к машине совершенно с недопустимым названием, тем не менее, тоже с очень хорошим классом бронирования, «Тигр», так называемый, «6А», он тоже вот-вот уже на подходе. И в этой связи у меня вопрос к нашему главковерху. Нам действительно так важны вот эти 40 межконтинентальных баллистических ракет? Может быть, мы деньги все-таки бросим на то, чтобы «Тайфун» до ума довести? Полезнее ведь. Перерыв на новости. Давайте немножко поможем нашему главкому, подправим его и проголосуем. Вопрос формулируется следующим образом. Как вы считаете, что важнее для нас и, соответственно, для бюджета? 40 межконтинентальных баллистических ракет, ну, для того, чтобы как-то отразить внешнюю агрессию, 5533, русская буква «А». Либо нам гораздо важнее для страны многоцелевые транспортные средства, защищенные от мин, необходимые для войны, которая у нас потихонечку тлеет непосредственно вот тут под носом. 5533, русская буква «Б». Итого, те, кто считают, что у нас война будет за границей, без ракет нам никак, 5533 «А». Те, кто считают, что нам нужно как-то защитить личный состав от войны, который идет уже сейчас, 5533, русская буква «Б». Давайте посмотрим, что вы по этому поводу думаете. Наш лось очень осмысленно куда-то движется. У него всего 8 баллов, хотя, конечно, пробки. Мейл.ру стоит, все, приехал, 10 баллов, движения нет. 65, 10, 9, 9 и 6. Начинаем добавлять свеженьких автомобилей в московскую непроходимость. Андрей, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Андрей. Сергей, добрый вечер. Рад вас слышать. Взаимно. Значит, у меня такой вопросик. У меня Renault Duster. Используя его в качестве учебного автомобиля, аппарат свежий только взял. Один вопрос. 95 и 92 бензин, что порекомендуете? Он переживет нормальные 92-й. Единственная разница в том, что у вас будет чуть-чуть больше расход топлива. И обращал внимание, на 9-2 немножечко все-таки поспухивают пальчики. Иногда ученики не всегда нажимают. Ну, сами понимаете. Да-да-да. Вот я на Duster ездил, поскольку я катался по всей стране, а бензин у нас окончательно отвратительный за пределами МКАД. Я в том числе вынужден был заправляться 92-м. Пару раз было так, что 92-й оказывался лучше 95-го. На 95-м, в том числе на Лукоиловском 95-м, у меня сразу вспыхнул чек-энжен. А на 92-м провинциальном нормально даже не простукивало. Но в целом Duster рассчитан и на АИ-92. Но 95 лучше, потому что и октановое число, и детонация, и самое главное расход топлива. Расход топлива будет меньше. Ясно. И второе. Вот вы говорили про бронетехнику. Да. По роду своей бывшей специальности я сталкивался с горячо любимыми нашими американскими мрапами в свое время в Косово. Так. Ну, машинка хорошая, только против двух противотанковых мин советских она до сих пор, по-моему, летает. Ну, против противотанковых мин бывает... На базе двух противотанковых мин. Ни больших, ни 16-килограммовых. А они, по-моему, если не ошибаюсь, 5-5-5-5. Ну, наша-то противотанковая мина, она ведь и танк очень высоко забрасывает. Да, да, да. А потом, если по нему еще из ДШК, то друшлаг нам не нужен. А вот то, что вы говорили про Камады и Уралы. Ведь есть еще аппарат Федерал, так называемый. Есть. Ну, знаете, наверное. Да, видел. Ну, бог его знает, что там из них получится. Ну, из Федерала, что бы то ни было, получится в последнюю очередь. Потому что самая осмысленная работа ведется как раз по проекту Тайфун. А Тайфун, он имеет и защищенность 6А, и, в общем-то, те самые 8 килограммов. Но понятно, что когда Тайфун наедет на связку противотанковых мин, от него останутся только красивые воспоминания в отчетах командиров. И больше ничего. Ну, из ГАПТу я ребят знаю. Там ребята мудрые. В свое время Бронинский 21-й институт был шикарный. Ну, когда это было-то? Что сейчас, я не знаю. Там в Бронницах творится. Я инструктор по вождению. Бронница от меня далеко, в целых 50 километров. Думаю, все загибает. Знаете, ну, после того, как Бронницы допустили, что у них на профилях построили дачи, вот там, где они рамы ломали, там, где они проверяли западную технику, когда к нам тоже приезжали всякие ловкие ребята и говорили, посмотрите, какой у нас шикарный агрегат, давайте мы вам его сейчас быстренько тут поставим. Хотите под цементовоз, хотите под какой-нибудь град. А как раз 21-й институт говорит, ну, давайте по профилям его. Опа! Туда-сюда обратно свободен. Отползи в стороночку, заварись и езжай к себе обратно в страну. А я к ним как-то приехал, они говорят, смотрите, а у нас уже тут дачи строят. Вот так. Вот такая красота. Хотя, конечно, там работа была очень серьезная. Ну, там серьезный институт был. Я еще помню испытания УАЗиков перспективных там. А, да, я помню эти машины. Это те, которые сейчас в Рязани стоят в музее. В музее, да, да, да. УАЗы были, транспортер переднего края, очень неплохой в свое время. Ну, если бы у него надежность была, у этого транспортера, цены бы ему не было. Потому что вот эта вот штуковина, которую они изобрели, конечно, блистательный инженерный шедевр. Руль посередине, который кладется хошь направо, хошь долево. Два раненых бойца по бокам, и все это еще даже плывет. Ой, шикарно как. Да на редукторах весьма серьезная работа. Вот только, конечно, одноразовый подход был какой-то сразу странный. Потому что и двигатель, ну, мягко говоря, вызывал вопросы, и трансмиссия изумляла. Ну, Запорожец. Ну, Запорожец, знаете как, Запорожец это же не крест, который... Это легенда. Да, но это не означает, что нам сразу должен быть конец. И, как всегда, мы к любой войне готовимся, а потом выясняется, что кроме винтовки Мосина ничего нет. Относительно вашего вопроса насчет 40 ракет. Да. Пускай лучше сделают 37, а деньги, которые остаются на 3 ракеты, отдадут ГАПТУ. Вот я бы ГАПТУ отдал бы на самом деле полностью весь бюджет и по ракетам, и с обоих ракетоносцев. Потому что мне, например, до сих пор не очень понятно, а мы в море-то с кем, собственно, собираемся ракетоносцами нашими мериться? Рыбу мерить? Да, по-моему, мы ее даже глушить и той толком не умеем. И ракетоносцы... Авианосцев у нас нету. Остался один у нас, с которым мы до сих пор не знаем, что делать. Остальное раскидали. И вот наша оборонная доктрина, в том числе на Морском театре военных действий, она подразумевает, какие мероприятия. Мы с кем? Мы как? Все время мы делали... Вы помните, когда вы были полностью непричастны и, тем не менее, приглядывались за 21 дни. Вы помните, как у нас ядерные подводные крейсера были основой. Учитывая, что любую подводную лодку из космоса, сейчас видно, даже если она лежит на дне Марианской впадины, и спрятаться негде, то вот такого размера суда, в принципе, уже не нужны. Так, может быть, мы подумаем над тем, что нужно, или мы продолжаем по-прежнему создавать грандиозные памятники самим себе, которые вот так вот аккуратно выходят в акваторию, и все вокруг тихо должны либо описываться, либо обкакаться. А дальше? Ну, дальше мы как-то посмотрим. Ну, понятно. За что денежки надо дать? Ребята и так без денежек сидят. Они всю жизнь на голодном паке. Кстати, 21 НИИ все-таки живой, и все-таки он еще способен к осмысленной деятельности. За что низкий поклон тем людям, которые там в состоянии были хоть что-то сохранить. Потому что вот, например, вся эта научно-практическая конференция, где в прошлом году генерал Шевченко смотрел на технику, на тайфуны, на перспективные. Заодно там, кстати, и скорпионы были, и прочие федералы. Это было все на базе 21 НИИ в Бронницах. То есть там еще кое-что. А как же эти грамотные ребята к нам рысь допустили? Господи, Ивека, прости мою душу. А как они к нам Мистрали допустили? Ну, Мистрали — это отдельная легенда, это Царство Ему Небесное. Плавучий госпиталь. Ну, филиал госпиталя Бурденко. — Так мы же их на целых два замахнулись, потом, правда, осадили и решили, что один. Но мы же притащили эту тушку в Питер. Мы же ее в доктор поставили. — Да, и уже, по-моему, сварили, по-моему. — Да, и сейчас будем пытаться куда-то туда вертолеты запихать. — Было дело? — По первой программе шло, чтобы и французские вертушки на них базировались. Слава богу, ума хватило отказаться. — Да, самое главное, что после этого с французскими вертушками у нас еще будет французская система связи. И французские рации, и весь радиообмен. И вообще будет шикарно. Мы будем тут просто как на письменном столе плясать, а на нас будут вежливо приглядывать, подслушивать, подсматривать и гладить по голове. Говорят, вот ребята русские молодцы. — А фирма «Алкотель» будет довольна. — Абсолютно. А вы помните, как мы тут пытались, например, пару месяцев тому назад закупить пистолет «Иглок», полицейский пистолет «Иглок» для нашей легендарной непобедимой? — Ну, ведь шикарное оружие-то. — Да, а цену помните какую? — Цену не помню. Мы пытаемся что-то свое сделать а-ля «Гюрза». А вот что-то не идет, нечестно. — Ну, и «Гюрзу» мы делали. А «Ярыгина» мы же даже на вооружение приняли. П.Я. Он, пожалуйста, у нас уже существует. Даже как спортивный пистолет мы его у «Померу» потихонечку предлагаем. Так «Глоки» мы покупали по 210 тысяч, при том, что они стоят 18 тысяч рублей. Новости. Продолжаем ловить подсказки для нашего главкома 5533-А. Те, кто считают, что прав главком, ракеты нам нужны, 40 межконтинентальных, баллистических. И 5533-Б. Те, кто считает, например, как я, искренне заблуждаюсь, что лучше бы мы эти деньги гапту отдали, чтобы они мрапы разрабатывали. В переводе на русский язык создавали те самые многоцелевые транспортные средства, которые защищают солдат от подрыва на фугасе, на мине, и имеют серьезную защиту по броне. 5533, русская буква «Б». Нашлось совершенно неожиданно. Бежал, бежал и вдруг уперся, встал. Город стоит вместе с ним синхронно. Это означает 9 баллов, при том, что картинка совершенно не колыхнулась. И те сектора дорог, которые были свободны при предыдущей картинке, в 8 баллов, тем не менее, не колыхнулись абсолютно. На мейле все так же статично. 10 баллов, город стоит. Мы продолжаем добавлять себе новые автомобили. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас слышать, Вадим. Аналогично. Сергей, у меня целых два вопроса. Здорово. Первый вопрос касается вторичного рынка. Но сразу оговорюсь, вторичного рынка Европы, где прозрачная биография у машин и так далее, и так далее. Якобы. Есть такая сказка, что в Европе все ребята честные, умные и вообще миллионеры. Ну, да. И там бывают нечестные. Как правило, если от дилера машина, она достаточно честная. Да. От дилера, да. Да, достаточно честная автомобиль. Значит, хотелось бы приобрести либо X5, либо Grand Cherokee, вот последний, который рестайлинг у них, или как его обозвать. Да. Так. Ого. Ну, они очень сильно разные. Все-таки Grand Cherokee, он потупее будет. X5 порезче. X5, в принципе, он сделал с провокацией на активную езду. Это машина, которая будет вас постоянно пинать и говорить, Вадик, Вадик, ну давай, давай быстренько сделаем вон ту кошечку. Давай быстренько вот этого задвинем. Ну, давай вот тут на светофоре сейчас порезвее. Да, я потому что владею BMW, вот, но в 60-м кузове. Будет только круче. Будет только круче. Да, и она постоянно вас будет пихать, при этом, скорее всего, она окажется дизельная. У нее будет очень неплохой дизель. Конечно, дизельная. Ну, как всякому немцу, собственно, пристало к лицу иметь только дизель. Поэтому с X5 будет все достаточно увлекательно. Если вы возьмете его от дилера и еще запросите официальную биографию, то, возможно, что никаких подводок ко мне не будет. Cherokee, вот, когда нам, тем более, говорят, что он сделан на базе ML, что он, конечно же, Mercedes, да, в нем этот легкий ген присутствует, но он все равно остается американцем. То есть он вальяжный, он не такой острый, он, как палубная авиация, любит шататься туда-сюда. Да, при этом у него, конечно, тоже перераспределение крутящего момента смещено в сторону задней оси, чтобы почувствовать некую вот эту заднеприводность. При этом у него шикарная родовая травма Мерседеса, потому что Мерседес считает, что у него главный клиент это однорукий бандит, поэтому правого подрулевого рычажка у него нет. И вы будете там в воздухе ловить, пытаться включить дворники, а она будет вам говорить, а, дворники левее, хозяин, давай, там ищи. Ой, это я ехал, так и раз, на ЖЛ, и, по-моему, вот товарищ, который стоял спереди меня в пробке, думал, ну что за придурок, который у тебя постоянно фарами моргает. А это я пытался овывать их стекла включить. Вас это приятное разнообразие в поездке будет сопровождать. Вот, и второй вопрос, тоже достаточно коротенький. Ну, так, значит, джип мы вычеркиваем, супруга владеет АХ-35-м Сюндаем. В следующем году машине будет три года. А у него такой бизик, пора машину менять. Какой шикарный Вадим у вашей супруги, если он потакает подобным капризом. Ну, что не сделаешь. Вот, соответственно, хотелось бы задуматься, ну и, соответственно, повысить статус следующий какой-то, следующий шажок сделать. Что посоветуете взамен Хюндая АХ-35? Взамен Хюндая или АХ-35-го? Потому что взамен Хюндая может быть любая другая фирма, а взамен Хюндая может быть какой-нибудь Санта-Фе, который поинтереснее, побольше, по Санта-Фесте, подороже. И вообще, очень даже неплохой, легковой, красивый автомобиль. Полноприводный. Не, ну, кстати говоря, не такие уж плохие ходовые качества в АХ-35-го Хюндая. А, не замечательно, тем более он короткий, особенно если у него хороший мотор, так он еще и очень шустрый, прыткий, на нем ездит, удобно. Да, весьма приятная машина и передним бампером субробы загребает. Да, он может, он может. А у жены дизель или бензин? Бензинка. То есть 2.0 бензинка-автомат? Да, да, да. 2.0 бензинка-автомат. Правильно. Ну, у Санта-Фе мотора чуть-чуть побольше, соответственно, расход топлива чуть-чуть побольше. Санта-Фе вообще красивая машина. И после АХ-35-го, который у меня вызывает определенные сомнения по поводу дизайна, Санта-Фе, да, здорово, жену украсть, особенно в каком-нибудь таком благородном темном вишневом цвете. То есть, с одной стороны, не женский красный, а с другой стороны, не мужской черный. На гроб не похоже. Получается достойно, тем более там по салону много шикарного и интересного, там уж наворочили, так наворочили. Либо она уходит в сторону вслед за вами и говорит, Вадик, ну ты там будешь в Европе на распродаже? Х-3-го мне привези тоже. У нее визик только новые машины, а у меня наоборот, только подержанные. Вадим, вы великолепный супруг, поощряющий подобные пристрастия у жены. Тогда пусть она идет, смотрит себе Санта-Фе. Ведь если ей не понравится, вы же не сможете его говорить. С женщиной спорить бесполезно. И направляете ее тогда уже либо в сторону, если корейце ей по-прежнему нравится, то у Kia на эту же тему есть пара интересных машин. Даже тот же самый Sportage, который не является по статусу и по уровню превосходящим АХ-35, но остается автономным явлением красоты. Что тоже немаловажно в женской жизни. Ну, она не рассматривает Sportage. Когда стоял вопрос о покупке АХ-35 или Sportage, то выбор пал на АХ-35. Ну что ж, неплохо. Там еще есть Сорента. Либо она дальше уходит куда-нибудь к шкодовцам, фольксвагеновцам, напарывается на грабли под названием DSG. И после этого начинает мечтать о Audi или Mercedes. Ну, в Audi она нарывается на ту же самую неприятность, а в Mercedes у нее какой-нибудь ГЛК, после чего вы начинаете на нее смотреть с особым трепетом. Ну да, либо тот же самый X-3, но новый, ожидая распродаж у тигреров. Да, но X-3 будет калининградской сборке, а если вы внимательно следите за тем, как разворачивается коммерческая деятельность BMW на российском плацдарме, то они ведут себя не просто по-хамски, они ведут себя мерзко. Потому что как только выясняется какой-нибудь производственный косяк, они тут же в суде доказывают, что не имеют ни малейшего отношения к автотору. По какой причине вдруг автотор с какого-то переляку использует их товарный знак, неизвестно, документов у них нет. И вообще все, что делает автотор, это просто частная инициатива группы кооператоров в свободное от работы время лобающих какие-то машины, сильно похожие на BMW. Почему они продаются через дилерскую сеть, они не знают, но ответственности они не несут. При этом косяки у них бывают такие, что машина разваливается вся целиком в дребезге, и выясняется, что гарантийной претензии предъявить некому, потому что дилер говорит, ну не я же ее делал, а председатель говорит, а я откуда знаю. Слушайте, вы русские, вы разберитесь, где вы добыли эту машину. У нас тут ничего нету, и у завода автотор у них нету никаких документов, из которых следует, что они имеют хотя бы минимальное право клеить лейбак BMW на то, что они создадут. При том, что вот какое-то время тому назад выплыла красивая история с X3, который пошел в продажу с перебитым ВИН-кодом с завода. А вот сейчас я приглядываю, например, за очень интересной разборкой, где у человека двухлитровая дизельная X3. В интернете это можно найти, довольно широко представлен этот скандал. И вообще скандал. Вот зайдите хотя бы просто на сайт газеты.ру, посмотрите, сколько там дел идет по судебных, по X3. Вот один развалился, человека послали, сказали, значит, что иди отсюда. Мы не завод, мы не делали, а мы не BMW, мы вообще не немцы. Вас издаст. И вот это все вместе вызывает такое странное подозрение, что ребят просто не в своем уме, но до тех пор, пока у них не произойдет возвращение на землю, все, что делается в автоторе, покупать просто категорически нельзя. Потому что вы обречены на неприятности за собственный счет. Никаких гарантий, абсолютно никаких гарантий. Понятно. То есть на автотор везти вообще не стоит на эту локальную сборку. Как бы. По тем делам, которые я читал, где московский головной офис BMW в суде сумел доказать, что не имеет отношения к автотуру вообще никакого, вот по тем делам видно, что автоторовцы делают, ну как китайцы. Просто захотели и просто сделали. И это не BMW. Просто по недоразумению это продается через официальную дилерскую сеть. Но я бы не рекомендовал в таком случае рисковать, потому что любая покупка почему-то упирается в полтора, в два миллиона и спрашивается, два миллиона на подделку? Ну как-то это все-таки слишком расточительно. Ну, наверное, да. Спасибо. Спасибо за информацию. Спасибо вам. Андрей, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Андрей. Вы в эфире. Здравствуйте, Сергей. Знаю ваше отношение к поддержанным автомобилям, но вот все-таки тут два предложения таких есть. Skoda Superb первого года, ой, первый Superb, третий год, двигатель 2.8, одна машина 30V и вторая 1.8 Turbo. Вот что посоветуете? А в данном случае уже даже не важно, что бы я посоветовал. Посмотрите, у какой из этих машин честнее документы и меньше скручен пробег. Потому что ведь вы выходите на вторичный рынок, соответственно, вы выходите на оперативный простор профессионалов. Эти профессионалы там живут, кормятся и умеют выгрызать деньги из таких, как мы с вами. То есть вы вступаете на чужую поляну. На чужой поляне там волчьи законы. Задача отобрать деньги. Обе машины, они обе 2003 года? Да, обе третьего. И какой у них пробег? У одной 90 с копейками, это двигатель 2.8, а у другой 140. Ну, вообще... А первое лицо, там один владелец только у машины. И у той, и у другой. Вполне возможно, что за 10 лет, да, люди как-то более-менее степенно накатали в пределах одного города вот эти пробеги в 90 и 140. В 90 я на самом деле не верю уже. А взять такой момент, перебью вас. Якобы машина третьего года, но с салона она ушла в 2006 году, потому что якобы ее никто не брал, как хозяин это описал ситуацию. И вот якобы он ее взял в шестом году в салоне, а сама машина третьего. Ну, по ПТСу, по постановке на учет, это можно установить, потому что ввезли ее, соответственно, в 2003, а первичная регистрация в ПТСе, она будет, ну, если она 2006 года, да, значит, первый покупатель, и, соответственно, дата будет 2006, это вы легко установите. Тогда картина, конечно, выглядит чуть более обнадеживающей. Остается посмотреть общее состояние машины. И смотреть, конечно, пристально и со специалистами, и с гаражниками, потому что по гаражам очень много людей, которые знают эту технику и в состоянии определить истинный пробег. Это видно по подвеске, по состоянию агрегатов и вообще в целом. Вы же новый от старого отличите? Старый банан от нового вы отличите? Он в том числе и по цвету отличается. Вот есть люди, которые могут отличить то же самое на примере автомобиля. Пробег в 140 тысяч, он заметен, он виден. Пробег в 90 тысяч тоже виден. Поэтому, если душа лежит к Супербу, а Суперба это машина достойная, то можно походить, попринюхиваться, посмотреть, но вас за ручку должен держать поводырь, который все мели уже знают, потому что вы приобретете опыт за деньги. Это будет, конечно, оплаченная услуга, но никому не советую так расточительно приобретать опыт. Новости. Очаровательное письмо написал мне Игорь. У него многолетние приятные воспоминания о Peugeot. У него была 206, 307, 308. При этом он совершенно не понимает, почему вдруг я баллоны качу на эту фирму. Хотя согласен в том, что да, коробочка-автомат, конечно, 308, это позавчерашний день. Но его опыт полностью позитивный, ничего не ломалось, только ТО. А дальше вот какой интересный заход для себя. Игорь ищет машину и хочет тоже Peugeot, поскольку никакого разочарования нет. И он прицелился на RCZ. Машина очень редкая, и его, тем не менее, смущает одноплатформенность 308, и не получится ли такая же бледная динамика, как у 308, а менеджеры в автосалонах не могут менять на ответить про используемую коробку. И к тому же, решит и негде взять машину на тест-драйв. Хотя, помнится, в Леоне, который сейчас называется Neocar, в нем RCZ была на тест. Хотя, возможно, что это до рестайлинга, а после рестайлинга, да, уже перестали обременять дилеров. Так вот, Игорь говорит, что не надо ауди-ТТ их и так, как грязи по городу. А может быть, конечно, альтернатива BMW, копеечка, купешка, которая вот-вот выйдет. Так вот, Игорь, значит, 308 здесь ни при чем. Это тот самый шедевр инженерный, когда берется кирпич, шлифуется, получается бриллиант. Вот когда у фирмы есть потенциал, когда там работают гениальные люди, и вдруг происходит такое чисто промышленное счастье. Приходит шеф и говорит, гениальные люди, я не буду вас сдерживать, давайте творить. И тогда начинается всплеск творчества, таланта, гениальности, и получается машина аналогичной Peugeot RCZ. RCZ это такой шедевр, которому ауди-ТТ в подметке не годится. Это блистательный совершенно автомобиль. Они взяли и вправду платформу 308-го и довели ее до того совершенства, которое эта платформа и позволяет. По динамике это ураган. Убиться на ней можно сразу, потому что мотор там 1.6 стоит тот самый, который я не люблю, 150 лошадиных сил. Там шестиступенчатый IC, ему сноса нет. И в целом RCZ это эталон управляемости. Вы получите невероятное упоение от того, как эта машина едет, как она держит прямую, как она в состоянии войти в поворот. Причем она, с одной стороны, резкая, потому что в ней очень много ориентации на немцев. С другой стороны, в ней есть еще французский шарм, изящество и мягкость. То есть вы, если что, то, типа, на язык, убьетесь не сразу. Но ваш прицел на этот оригинальный автомобиль, он совершенно оправдан. 308-я здесь ни при чем. RCZ-ку возьмите, потом будете мне звонить и рассказывать о том, как у вас проходит полет, насколько он нормальный. Потому что, ну, блистательная машина. Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Вы дождались, Анатолий. Да, спасибо большое. У меня к вам один вопрос. Своё мнение выскажите о машине Daihatsu Teres. Териос? Да. Вы имеете в виду старый или новый, который Toyota Bego? Ну, нет, он называется все-таки Daihatsu, а выглядит как Toyota Bego. Да, ну, поскольку это все-таки одна и та же машина, делается она на одном и том же заводе. Просто Daihatsu фирма такая маленькая, скромненькая. У нее труба невысокая и дым жиденький. Поэтому, когда Toyota пришла и сказала, ну, что ж, классная у вас телега. Давайте сюда вот логотипчик, и мы вам тут денежек подбросим. Они сказали, ура, ура, захлопали в ладоши. Териос сам по себе аппарат очень интересный. Во-первых, он красивый. Предыдущая машина была узкая, очень напоминала кусок забора на колесах. Вот нынешний Териос, он лапочка. У меня, парадоксальным образом, под наблюдением находится одна такая машина. Она уже ездит, наверное, лет шесть. Пробежала сильно больше ста тысяч километров и полностью оправдывает легенду о непогрешимом японском качестве. Вот даже неофициальный дилер не в состоянии с ней ничего сделать. Масла, колодки. Вот и все. Удобно. Кузов хороший. Она получается маленький полноприводный автомобиль с хорошим дорожным просветом, достаточным дорожным просветом. И удобный пятидверный. Вот если бы Сузуки делала подобную машину на базе Джимника, она бы, конечно, по популярности выстрелила бы очень серьезно. Но они этого не делают. И Терриус, ну, если вы прицеливаетесь его купить, то просто найдите такой неуезженный вариант. Их из Германии какое-то количество притащили к нам. Серенькие, особенно в опасном месте АТЦ Москва, ими торговали. Правда, цена была зверская. Их там продавали за тридцатку даже. Но Терриус мне очень симпатичен. Подскажите, пожалуйста, вот еще. А он такой же боевой, как Джимник? Или у него никакой раздатки нет? Нет, нет, нет. Он не боевой, как Джимник, абсолютно. Джимник — это совершенно неподражаемый экземпляр. Он сам по себе, он как алитет, уходит в горы, и никто ему не указ. Терриус — это хорошая полноприводная машина с подключаемым задним приводом. Ну, конечно, она максимально электрифицированная, как наша страна по плану Гоэрло. — Да, я понял. Но вот почему-то там задний мост неразрезной. — Да, да, да. Это внушает надежду, что там настоящая вся серьезная трансмиссионная затея, и на этой штуке можно ехать. Нет, это от бедности. Это просто, чтобы не тратиться на разработку многорычажки, которые, ну, мягко говоря, не всем по зубам. А фирма Daihatsu, она вот сейчас, к сожалению, не процветает. К большому моему сожалению. — Ясно. Значит, это переднеприводный автомобиль с подключаемым задним приводом. — Вы знаете, какая штука? Вот я на самом деле не возьму сейчас сказать, как именно у него реализована трансмиссионная схема, и быть таким резким авторитетом, который знает все ответы на вопросы, не возьмусь. Я подступлюсь на днях к этой штуковине, я посмотрю повнимательнее, что и как, потому что мост там действительно есть, но то, что Джимни, настоящий внедорожник, до которого всем далеко, да, Терриус в этом отношении, ну, немножечко сам по себе. — Спасибо большое, Сергей, спасибо. — Анатолий, скажите, а нам все-таки что лучше иметь, на что денежки потратить? На межконтинентальные баллистические ракеты, чтобы загнать Америку обратно на тот берег океана, или разрабатывать свой проект «Тайфун», защищая личный состав от подрыва на мине? — Мне кажется, это сложный вопрос. Наверное, наверху-то кто сидит, они знают, но... — Анатолий, а... — Наверное, машина лучше. — Из чего вы решили, что те, которые наверху, они знают? Это вы из какого, простите, жизненного наблюдения такой вывод сделали? — Ну, мне так кажется, я, возможно, ошибаюсь. — Ну, вы хотите верить, что самые умные на самом верху? — Да, ну, наверное, так, а может быть и нет. Ну, сложный вопрос. — Машины, конечно, нужны в войсках, это однозначно. Ну, ракеты, наверное, тоже какую-нибудь науку потянут, или еще что-нибудь, производство. — А до сих пор ракеты у нас какую науку тянули? — Ну, электронику, наверное. — А мы в электронике, простите, мы даже свой компьютер уже изобрели? — Нет, даже телефоны не изобрели, к сожалению. — А ракетам нашим уже довольно много лет. И мы, кстати, в этом отношении очень даже в свое время лидировали и в космос летали, причем без компьютеров. А вот сейчас потихонечку начинаем этот процесс компьютеризировать, и почему-то у нас они все аккуратно на Тихий океан, бац, и на дно легли. — Ну да, не получается как-то. — Не получается. А вот вы, тем не менее, полагаете, что, может быть, это как-то поможет развитию нашей науки? — Производство, наверное. — Производство, производство ракет, да, производство ракет у нас еще есть. Развивать его, ну, пока вроде не особо получается, пока почему-то одно за счет другого. В Америке там интереснее сделано, там оборонный заказ всегда выплескивается в экономику конверсионным товаром. У нас почему-то это не происходит. Ну, хорошо, Алексей, давайте попробуем. Алексей! — Да, Сергей. — Пара слов. Здрасте. — Да, это время мало осталось. — Такой вопрос у меня, знаете, по поводу Эпики, Шевролета. — Шикарная машина. — Да, вот езжу два года, нравится. По поводу коротки автомата, что ли скажите. — О, редкостная машина. У вас мотор 2.0 или 2.4? — 2.0. — И тянет нормально? — Ну, так она, конечно, плавненькая. — Ну, тяжело. — Ну, да, тяжело. Но вы сколько пробежали на ней? — Знаете, вот на спинометре 110. — 110. — 110. А масло меняли в коробке? — В коробке, да. Вот буквально там тысяч, наверное, пять назад меняли. — Она у вас по сей пору работает без рывков. Вот как работало все эти 110 тысяч километров, так и работает? — Да, да, да. Все вроде пока, слава богу. — Замечательная коробка. Она у вас проживет еще очень долго. Машина хорошая, мотор шикарный. Рядная шестерка. Таких в шедеврах уже не делают. По коробке проблем не возникнет. Тем более, что вы хоть и с опозданием, но масло поменяли. 39% слушателей полагают, что ядерная дубина в руках нашего главкома актуальней. Но, тем не менее, 61% считают, что нет. Нам нужно защищать людей, которые по минным полям отчизны ездят. Нам нужен русский мрад. До завтра. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok